добрый день ну день у нас начался с утра немножко уборка здесь по пылесос или по прибирали но не буду я показывать 10-15 минут как пылесосим комнате и убираем с утра была очень пасмурная погода и сыра а сейчас немножко проясняется он даже солнышко немножко появляется может настроиться хотя по прогнозу еще будет и дождь и снег и понижение температуры даже до минусовой тем я решил как раз вот заняться значит те кто смотрят мои влоги уже давно когда мы были в турции были на таком красивом озере там белый песок и так далее это говорят турецкие мальдивы и я хотел запустить коптер я с собой его брал но получилось так что я его достал хотел полетать поснимать и он взлетел все нормально но выдает ошибку по вот камера с подвесом вот а наш убирает все дребезги и так далее коптера так наклоняется туда-сюда если ветер особенно ну и когда ты летаешь он же наклоняется чтобы полететь туда-сюда камера держится стабильный стабилизатор работает офигенно и при включении он же инициализация происходит включаешь туда-сюда он поворачивался и так далее потом хлоп ошибка ошибка что-то типа затирает но ничего тут не затирает вообще-то все свободно двигается все нормально тем более когда я сдавал багаж его тут же есть упаковочные эти такие штучки которые это все дело фиксируют это закрывается и даже ничего не не случится но это просто совпадение явно я думаю потому что он летает но вот стабилизация не работает у меня уже была проблема с камерой вообще перестал работать этот модуль стабилизации вот этот весь привод оборвался шлейф но это было когда я делал облет вот так в сторону и не смотрел на него а чисто с пульта а у него есть камеры вперед и вниз боковых нету если вперед он остановится он не врежется если вниз тоже он облетит поднимется либо тоже остановится но если летать боком или взад у него камер нету и можно врезаться вот а я делал вот такой вокруг облет дома и боком и не на большой высоте он врезался мне в дерево упал ну те кто смотрели есть и видео я показывал значит вот этот весь под подвес камеры вывалился там два шлейфа один видео а один для управления вот этим подвесом и он оборвался пришлось мне заказать ну через алиэкспресс и заказал и заказал два шлейфа один пришел я поменял тоже есть видео как я его менял тут поменять его довольно сложно нашел видео по замене и я по этапам сначала просмотрел а потом по этапам все это поменял поставил и все заработало офигенно заработала все нормально а вот сейчас непонятно что случилось потому что подвес работает буду как раз разбираться у меня еще есть и запасной шлейф подготовил вот тебе вот такое место вот запасной шлейф но он как бы целый но если что я поставлю у нас они дорогие а там копейки я уже не помню сколько рассказывал раньше надо будет разобрать вот это все дело и посмотреть потому что уж весна лето будет надо будет снимать с коптера я не заряжал аккумулятор и вот заряжаю пульт уже 57 процентов так что еще полежит и здесь у меня вот ну два деления видели пропеллеры надо мне еще заказать у меня там после того падения которое было два пропеллера один вообще одна лопасть отломалась а вторая трещина ну запасе 2 было как раз правый и левый я поменял и больше запасных у меня нету поэтому наверно закажу на это расходный материал главное мне сделать стабилизатор буду заниматься здесь в доме потому что у меня в той мастерской то что там бардак еще ничего не сделано просто холодно и двери же нету то есть я там все утеплил а двери то нету обогреватель включить не могу все уходит в сарае греет непонятно что я не нагрею а когда холодно а тут очень мелкая надо через лупу смотреть микроскоп даже иногда надо ну пока нету еще не купил куплю в руки мерзнут дубовые становятся не поработаешь короче говоря поэтому пока расположился здесь сремонтирую либо нет не знаю ну не всегда получается снимается он конечно не так просто там он на таких резиновых штучках он вообще вот так видите вот такой он весь мягкий я поначалу боялся к нему даже прикасаться вот и там для два шлейфа но они снимаются заходят внутрь и там есть разъем и его надо разбирать сейчас покажу что делается у меня в сарае и у мастерской только не пугайтесь пожалуйста здесь полный как саша говорил когда у нас на кухне там еще не закончился ремонт и кухни не было вот полный апокалипсис ну вот видите еще ничего не прибиралась и вот плиты тут лежат на улицу не выставлю это кстати то что я заказывал это остаток нормальный а вот это упаковочная у них те чисто но хорошая плита мне вот туда там еще и полки надо будет и все что угодно делать вот поэтому на улицу поставлю пропадет правда это дсп а это ж мдф это вообще классная вещь ну вот так видите за зиму тут вообще вот так все и них на такие никто же не убирал еще ну холодно выходишь руки мерзнут и куда что-то чтобы здесь прибраться надо часть выносить на улицу потом освободить угол и уже начинать потихоньку складывать и здесь тоже вот видите что мастерской творится тоже за зиму я практически тут ничего не делал мороз холодно двери что нету вот вот сюда надо поставить дверь вот и обогреватель есть я чуть-чуть когда-то его пытался включать ну куда включать когда двери нету сделаем дверь вот ну остальное все утеплено и дверь я тоже проложу утеплитель будет нормально и тогда уже будет обогреватель и тут можно можно разребки сейчас вот это все видите а смысл холодно пока нет двери мелочевкой такой что чуть ли не микроскоп надо не позанимаясь а поэтому дома и вот главная мне картина по-украинские на дыхая это подарок виты на день рождения еще не знаю уже лет 10 или 15 назад вот такая она всегда со мной там где мое рабочее место и квартире еще было там тоже она вместе со мной но так здесь все вот так ладно пойдем заниматься дам вот наша 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 руси красавица сама по себе куда захотела и когда захотела тогда и пошла как бы запустил приложение вот как видите мавик про и сейчас мне надо включить его вот так все вот работает но не показал но камера не стало нормально видите но так болтается как она вообще он повернулась видите вот сейчас повернулась и смотрит вниз плев а опять что-то она вращается он смотрите непонятно но так с камерой вообще проблема это наверно совсем не проблема будем разбирать не знаю что видимых причин с этим подвесом ничего не видно но явно что-то с ним не в порядке видео показывает это явно наверно все-таки со шлейфом ну шлейф у меня есть я вот показывал вот он вот qr-код кому интересно это а второй запасной а чтобы снять мне надо снять верхнюю крышку вот тоже есть проблема не только винты открутить вот я уже снял вот эти штучки нет сюда вот так и смотрю видео видите я уже все это разбирал все менял но разве она запоминается последовательность благо есть видео здесь винты вот и вот здесь под аккумулятором тоже но и куча защелок если не знаешь где можно сломать эту верхнюю крышку благо есть молодцы ребята есть видео и по нём смотрю и поэтапно разбираю так что вот так и 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 этот подвес провозился с этим шлейфом ну наверное даже чуть чуть может и дольше чем первый раз когда разбирал все поставил вот шлейф вроде все отлично и уже на подвес сейчас будем подвес сюда ставить соединять все разъемы тут видите плата еще на самом подвесе стоит вот это все надо закрепить мы посмотрим потому что здесь в старом шлейфе вон там если я показывал ну конечно на камеру не увидишь там появился надрыв с одного края и явно проводочек или два оборвалась ну вам надеяться что этому благо есть второй шлейф сейчас уже соберу не буду показывать как я тут под микроскопом надо вообще-то тут все такое мелкое что просто пиздец вот так соберу результат покажу собрал пока все винты еще не позакручивал и пропеллеры не буду ставить сейчас мне надо включить чтобы инициализация камеры если произойдет нормально тогда уже чтобы заново второй раз не разбирать вот так подсоединил телефон включаем и включая пока без пропеллера вот так сейчас они за инициализация камеры и смотрим теперь круто камера стала как положено то она висела задом напереды вниз там смотрела все значит проблема со шлейфом было все нормально так тут мне пишет go to update ну пока мы апдейты не будем делать вот так поехали смотрим что здесь вы камеру я не вижу что шлейф не подключился со стабилизацией стало нормально да вот ну да вот она даже работает как на меня смотрит так и смотрит но видео явно нет ну что проверяем камера вот стоит уже нормально видео вот есть но вот если видно есть дергание то есть вот он даже не летает а картинка дергается если видно ну сейчас мы его запустим картинка есть но она зараза дергается при наклонах вот если его наклоняешь картинка не наклоняется то есть она отрабатывает коптер наклоняется а видео нет то есть видео нормально но постоянное дергание может тут настройки сбились надо полазить почитать в настройках вот это дело так бы все работает вообще подвесы не управлялся рестартовал постоянно сейчас как бы работает но вот это дергание мне не годится абсолютно пока совсем не отремонтировался ну что перри собрал я опять подвес перещелкнул все разъемы которые там есть видео шлейф и сам шлейф для самого подвеса для трех двигателей мало ли он как контролирует почему дергается может один контакт где-то не появился и сейчас испытываем пробуем будет ли дрожать если будет ну тогда я уже не знаю подвес надо менять либо разбирать снимать двигатели но я попробовал чтобы снять а он там на подшипниках похоже запрессованный легко не снимается я решил не трогать так инициализация нормально камеры произошла видите все как бы хорошо смотрит вперед сейчас посмотрим что здесь она а так без запущенных пропеллеров дергалась даже изображение а так играла о видите изображение не дергается офигенно ну что включаем запись запись пошла здесь 4k пишет ну изображение не дергается взлетаем так что думаю наверно была проблема где-то не дожался какой-то из разъем сейчас все круто офигенно вот изображение стоит очень круто ничего не дергается так это он меня видит пищит что очень близко все ничего не дергается так что круто ну что полетели чуть-чуть все круто позеленеет и будем уже летать так что вот так с первого раза не удалось ну все поправилась офигенно так что смотрите канал трепанация подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии удачи всем пока